Старые фотографии, песни о Малоге и самые яркие воспоминания. Коренные Малакжане и их потомки ежегодно встречаются, чтобы почтить малую родину, которой уже более 70 лет нет на карте. И историки, и жители до сих пор вспоминают Малогу как уникальный торговый и социальный центр 19-го, начала 20-го века. В городе не было нищих, в городе было очень много меценатов, в городе очень внимание большое уделяли обучению детей, независимо из какой семьи, из богатой или из бедной. То есть вот это все наталкивает на мысль о том, что город Малога был по своей сути вообще достаточно уникальный социальный город. Николай Михайлович жил в Малоге до 15 лет, окончил 7 классов. Затем учеба прервалась переселением, разбирали дома, строили плоты, сплавляли по Волге. Он до сих пор с трепетом вспоминает свое любимое место – городской манеж. Наверху у манежа была такая веранда, где духовой оркестр играл. По всей Малоге вот слышался этот, эти слуги вальса, краковяки разные, под Испань. Самое почетное гостье праздника – Мария Ивановна Кувшинникова, коренная жительница Малоги. Сейчас ей 93. Вот уже 40 лет она не пропускает ни одного собрания. В этот день земляки исполнили для нее самую любимую песню. «Малиновый звон на заре, скажи, моей милой земле, что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон». С каждым годом землячество Малакжан растет. Сейчас в нем больше 350 человек. Именно здесь, спустя 70 лет, Мария Ивановна встретила свою подругу детства. Тамара Николаевна давно живет в Иваново. Говорит, не может себе простить, что раньше не посещала встречи. «Позвала Малога. Прям вот хотелось». В этом году Малоге исполняется 865 лет. Из-за маловодия на поверхности показались фундаменты домов и контуры улиц Русской Атлантиды. Уже завтра землячество собирается навестить родной город. Наталья Парфентьева, Александр Кужель. День в событиях.